западная сибирь крупнейшие болота на земле эти топи самый богатый нефтегазовый бассейн в мире после персидского залива именно они дают россии две трети нефти и газа треть ее бюджета западная сибирь кормят страну уже долгих четыре столетия туда где сегодня качают нефть и газ еще недавно ехали за другим сибирским золотом мехами в 1601 году здесь был заложен первый московский форпост легендарная мангазея ушная столица империи после открытия русской калифорнии в западную сибирь хлынули переселенцы со всей страны попасть сюда можно было только по рекам вдоль которых возникали первые остроги только к середине 18 века сюда дотянули сибирский тракт соединивший москву с иркутском через сто лет все перевозки взяла на себя крупнейшая в мире железнодорожная магистраль трансиб началось активное освоение сибири транспортный хаб новосибирск превратился в столицу региона и третий по размерам город россии на алтая сложился крупнейший сельскохозяйственный центр а бэк-офисом всей добывающей промышленности стала тюмень в нефтегазоносных регионах западной сибири самые лучшие в россии показатели качества жизни высокие зарплаты большая доля среднего класса и высокая доступность жилья но вот парадокс в регионах самой оптимистичной статистикой стране практически никто не живет середины восьмидесятых и по сей день месторождения западной сибири осваивают только вахтовым методом в постсоветский период когда экспорт газа и нефти стал важнейшим источником доходов страны число вахтовиков увеличилась более чем втрое жить здесь постоянно никто не хочет сильные морозы некачественная вода гнус отсутствие свежих овощей и фруктов и наконец высокие рыночные цены в ханты-мансийский сургуте стоимость товаров и услуг выше чем в среднем по стране а цены на бензин и продукты питания как в европе советское время сибирь европейской частью страны связал северный морской путь однако себестоимость снабжения вахтовой цивилизации оставалась слишком высокой ее пытаются снизить за счет строительства северного широтного хода железной дороги от надыма к ямалу а также новой автомагистрали от салихарда сургуту однако богатство региона оказывается обратно пропорционально его экологическому благополучию так лидер эко рейтингов алтайский край один из самых бедных регионов страны ровно наоборот ханты-мансийском автономном округе самом богатом регионе западной сибири самые большие проблемы с загрязнением окружающей среды каждый год на нефтепроводах происходит около 10 тысяч аварий разливается примерно четыре с половиной миллиона тонн нефти последняя авария на нефтепроводе дружба привела к серьезным перебоям поставок углеудородов европу еще раз обнажила междоусобные разборки среди корпораций всего три компании добывают 80 процентов сибирской нефти один газпром 75 процентов газа постиндустриальный потенциал заложенный в главных городах западной сибири тюмени и новосибирске пока отодвигается на второй план на первом дальнейшая эксплуатация природных ресурсов и строительство новых газопроводов в европу турцию и китай